здарова ребят рад видеть вас все на канале и уже несколько дней стрелок у нас в игре пришло время потестить его в качестве dd потому что разработчики заявляли что он как хорошая сапешка может играть так и как dd пешку он может играть специально для этого сделали ему талант вот этот вот первый правый раньше он разрушал там на 300 процентов броню после теста сервера его опять же реворт теперь в режиме перестрелки наносит на 300 процентов больше урона и появляется . если в которую свапать стрелков 2 плюс ранга то будем получать дополнительные заряды которые будут увеличивать наш урон на 1 процент в теории это можно загнать сегодня же мы опять попробуем это все сделать также мы берем очищение потому что ну только для dd таланта она будет работать в других случаях она работать не будет и какой-то перенаправленный урон потому что вообще для dd стрелка 3 таланты просто какой-то мусор не совсем продумали типа искали что вот он будет играть как dd но вот по талантам конечно получилось не очень хорошо решил собрать такую колоду колода достаточно интересная был выбор поставить сюда химика либо меч меч со статуей работает в пять раз хуже но если мы на стакаем глаза то мы будем получать столько же урона сколько дают из армора химик плюс у нас будет допкой шанс и если волшебный меч прокачается дота 7 мы получим еще дополнительной скорости атаки короче план просто гениальный сейчас будем смотреть на реализацию перед началом желаю всем приятного просмотра кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем начинать до сих пор ты начал через игру фатальная ошибка я расскажу как это делать правильно на официальном сайте my games в разделе руша я ли существует различное количество товаров начиная от кристаллов пропусков заканчивая платиной для наглядности объясню что такое плате вот она у меня есть на аккаунте после того как вы покупаете платину любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги либо заплате но я закупаюсь как правило платиной потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение либо что-то другое то или пропуск или что-то так за платину это удобно и бесплатным колокольчиком который можно забирать раз в сутки обязательно этим пользуйтесь также есть лимитированная акция по колокольчикам это разовые покупки которые можно забрать один раз для того чтобы совершить покупку вы выбираете любой товар например это будет 1000 платины бонусом идет 10 процентов нажимаете купить для того чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше которые проходят каждый месяц нажимаете поддержать автора вводите мое кодовое слово оле можете написать любое сообщение которое придет мне на аккаунт я его увижу после чего нажимаете сюда выбираете платформу с которой играете у меня это ios выбираете свой айди нажимаете продолжить после чего перекидывает вас на окно оплаты где вы оплачете любым удобным для вас способом ну что же ребят запускаемся в бой коля будет играть чуть-чуть на другой колоде соответственно вы сможете посмотреть на разницу между химиком и вот этим вот самым мечом который я взял по планам на самом деле ничего сложного то есть стрелок это та пешка которая позволяет тебе выставиться так как ты хочешь поэтому от орликина мы соответственно отказались колес может аккуратно выставить ловчик с химиком я смогу аккуратно выставить пробужденный меч если он не когда-нибудь впадет в ту точку где он будет смотреться неплохо как вы видите у меня стрелок является основной до пешкой и вот столько сейчас я получаю первого сразу начинаем тыкать статуи в нужные места и вот этого . в которой будем потом перемещать наших стрелков так мужчин сразу подтыкиваем сюда соединяю вот так какие-то глаза может полетят давайте перемещу эту статую сюда и начнем потихоньку набивать стаки один ловчий у нас есть есть вот такая хрень есть вот такая хрень и это наш второй ловчий а нам надо два ловчих но сначала как бы я оставлю одного по понятным причинам раз-два-три ништяк сидим у нас есть две статы у нас есть два нужных стрелка есть хороший ловчий остается это все раскачать и при каких-то там не знаю счастливых совпадениях найти хороший пробужденный меч который будет накидывать глаза я очень надеюсь что это произойдет я просто отведите все между да ну вот 3 стрелок казалось бы да сложно но на самом деле ничего сложного нету хорошо еще одного стрелка ставим нам надо поставить 6 стрелков 7 поставить в угол раскачаем 7 стрелка после чего когда набьем стаки на статуях переместим этого стрелка в центр плюс нам надо чтобы они все качались сразу в точку я перемещать не буду своих стрелков потому что зависит количество стаков которая будет давать от рангов прокачает это 7 потом начну перемещать аккуратненько так главное чтоб меч не качала потому что опять же план в том чтобы получить дополнительный урон и нам остается последний стрелок которого поставим в угол вот он есть все я его оставляю здесь и начинаем дальше делать то что мы делали так главное чтоб не качался меч если будет лететь сопля в него от у тебя я буду перемещать его со стрелком и все будет нормально урона пока достаточно на первое время урона точно нам хватит не просядем доп мана дается доп глаза хорошо так стаки идут слушайте все по плану нашелся пробужденный меч даже не пришлось его никуда перемещать я поставлю его подальше чтобы он не мешался ну и все разыгрываем разыгрываем это наша игра я уже чувствую поле начинает набивать стаки уже но мы будем делать это чуть попозже нашелся еще один пробужденный это хорошо я его замерзу потом чем-то и получу дополнительные глаза так это съедаем манап под манапом да под манапом они все переходят в режим где у них плюс 300 процентов урона и что-то слишком много мечей не кажется ли вам что это пока что выглядит очень сильно 10 стаков и 15 стаков главное 30 сделать потом поставим типа и нельзя чтоб качался меч потом когда 10 глаз везде будет я этот меч уберу спокойно поставлю 2 ловчего при желании я потом смогу поставить даже 3 ловчего за счет чего будет хорошее количество сеток ну у него пока не летит это не страшно упали химик 1 то есть уже если так по грязному учитывать разницу то наши мечи которые мы поставили кстати дают намного больше чем этот химик пока у химик и талантов не будет если у вас есть меч я думаю можно аккуратно это разыгрывать все химик как будто не очень хорошо сейчас смотрится жду пока прокачается первый это 7 чтобы начинать забирать стаки я надеюсь я не ошибся своей тактике потому что у коли идут стаки уже 36 но я сразу хочу сделать первого то 7 как только сделаю первого 7 я получу x2 стаков то есть за каждого то 7 в эту точку я буду получать по 14 причем у меня будут стоять хорошие ранги на столе либо я слишком умный либо я слишком общение умный ловчий второй не нужен как я и говорил мне еще не качается блин пока что максимальный стрелок который есть на столе этот и 5 нужен т7 причем нужен срочно чтобы я уже начинал их бить так это я не виноват я говорю сразу я не виноват я просто хотел его спасти я не видел что там стоит эта точка в итоге мы потеряли диран один ранг но получили 10 стаков урону это плюс 10 процентов четвертая волна неплохой стол по 20 стаков есть хорошее количество глаз так еще одна пятерочка глаза и 846 неплохо может быть замерзу еще мечик с чем-нибудь есть 2 ловчий может поставить его может пускай заранее качается он ведь потом точно пригодится так отмена спасаем блин чисто уникальная пешка огнеры вообще не проблема есть у вас есть стрелок почти 10 глаз уже на всех я уверен потому что два раза я замерзал пробужденный и у меня вот пробужденный стоит уже несколько волны и бустит меня урона пока хорошо даже просто в обычном режиме у нас хватает урона чтобы все это дефать главное не прошляпить чтоб его не прокачала статуи обе то 6 со стрелками нам не везет коля ускоряется по стакам я к сожалению не могу его догонять потому что мне не качаются стрелки я в там вообще не виноват это целиком и полностью вина утильщика я успел кстати я успел 554 это мы тут тоже сэвим пару манапов и надо понять где . потому что я ее не вижу с этим модификатором вообще непонятно где эта точка находится скорее всего здесь нет я ей ну я клянусь я не вижу все вижу на до 7 статуи обидно отлично дай ловчего хорошо но статую уже 10 глаз по моему это сильно маны супер много и есть т6 и вот как будто т6 уже можно чем-то мерзать если опять же на эту точку ну клянусь ей визуально не видно непонятно где она находится все понятно и нашел я ее нашел стаки есть можно перемещать так куда она упала сюда не видно покажи сколько там 4 4 точки в одном в одном месте нет все я нашел так и того 22 уже реально не видно . она ну незаметная для меня по крайней мере счетом того количества точек которые у нас в принципе есть на столе так вот еще то 7 и где . вот здесь . сейчас она перелетит и все теперь то 7 понижаем и сразу же у нас становится 46 так теперь она в центре ловчего я пока не по целью но он то 7 становится это принципе не важно теперь надо было подсевить так хорошо маны много можно раскачиваться меч 2 я думаю не страшно урона хватает по глазам по глазам почти нам надо добивать любому 10 вы же понимаете что доп крит шанса он не будет лишним так опять хочется найти точку где она подсвечивается может здесь нет не здесь здесь нет я не вижу что со мной не так я не вижу эту точку куда куда ты летишь где ты вот она все окей но трибунал пробил потому что ну я не виноват я не мог найти точку только из-за этого меня пробил трибунал по идее нужен 2 ловчий уже все так вообще нету шотаем да мы убиваем по глазам порядок еще одну волну я думаю переживу после чего уберу этот меч так это надо будет подсевить их обязательно в кассе но я не могу потому что если я перемещу что-то я не смогу потом вернуть так манат пошел урон куда она улетела куда она улетела увидит кто ее видит алло какой прикол чисто невидимая . так то 7 делаю ну и хорошо что хотя бы чистится нам не придется окей вот она 96 стаков вы просто не представляете если бы эта точка была чуть заметнее я бы уже вышел из 200 плюс то есть у меня бы было уже сто процентов дополнительного урона но в силу того что я не вижу этой точки я не могу сделать прям супер много урона друзья я допускаю 4 ежемесячный розыгрыш по коду актера он будет проходить с 21 числа этого месяца по 20 числу следующего месяца абсолютно такой же как раньше для участия нужно совершить абсолютно любую покупку по моему кодовому слову оле на официальном сайте market my games в комментариях указать свой айди и платформу с которой играете чем больше покупок по кодовому слову тем больше шанс выиграть в конце я буду конечно все подбивать в табличку и как обычно на стриме мы будем все это дело разыгрывать и награждать победителей призовой фон будет 2200 платины будет 10 победителей по 220 платины а на секундочку это тысяча с чем-то кристаллов где-то будет 1100 наверное поэтому всем удачи вот опять же мне казалось что она там но ее там не было ее там не было теперь она в центре забираем трибунал пробьет манны на раскачку много пора скипать вот это вот кстати я как будто хочу найти мечик и сделать вот так так я этаж нет куда куда я это не шутну никогда в жизни это 7 забираем стаки перелетела скорее всего в центр да поэтому в центре я точно не могу перемещать надо ждать это можно подсейвить не знаю как бы я все растакал уран должен быть больше у меня но как будто пока что нет давай не понял еще одного лох чего добавить так точку нашел отлично плюс процентики только скорее всего сейчас потеряю ран потому что не успею успею хорошо где . нашел и у нас уже сто сорок шесть почти догнали колю пятая минута пошла но уже уже больно уже очень больно начинает заканчиваться мана лутаем дальше таки сто семьдесят два так дизар морим манап два перемещения ну смотрите вот сейчас у нас больше урона вот сейчас у нас реально больше урона следующий темный пускай будет еще стаки этот ранг нам сейчас ничего не даст дфм почистился с первой это отлично и темного убиваем быстрее чистимся дальше сейчас конечно же не почистила ничего активируем манап у меня чел лечит я не знаю как это контрить все хорошо полечился и закончилась мана 530 можно можно и 6 можно и 6 стой чел погоди добейте его его тоже добейте но все же нормально горгона горгона подожди какой-то может манап может кто-то там зачем-то я не могу активировать к сожалению ну нет это я не знаю это как бы прям я вот до конца сделал все что смог и проиграл раньше коле не знаю типа почему потому что меч хуже либо почему подру по другому причинах те вообще были моего поражения коле играл на мече кстати ну я играл с копьем я играл с копьем коле играл с такой вот курткой зачарок у нас в принципе сильно много не было у него на темное ничего нет просто он взял потестить меч таланты на стрелке абсолютно такие же статуя такая же просто вместо меча он взял химика утиль был на урон я играл с копьем курткой на урон абсолютно никаких чарок у нас не было серая мораль не раскрыта серая мораль не раскрыта это просто вот такая вот вафельная колода просто посмотреть будет ли урон на этой деке опять же прокачка ребята хорошая очень хорошая прокачка бард стоит с этим стрелком в нормальной колоде ппс куртками 805 то есть второе место в лидерборде еще занимаю коля на первом стрелок как дд как бы вот 556 да там коля с мечом может 630 простоит но я не думаю что стоит как-то этим играть да прикольно но это саппешка и ничего больше это топ-1 саппешка не стоит рассчитывать как на дд поэтому как-то так на этом у меня все друзья всем огромное спасибо за просмотр всем кто пользуется кодом автора также огромное спасибо не забывайте участвовать в розыгрыше и пишите что вы думаете по поводу дд стрелка потому что слишком много было вопросов по тесте дд стрелка дд стрелок хорошая пешка он очень хорошо играет вот как он играет жду вашей обратной связи пока а